Субтитры делал DimaTorzok Ну, при их деньгах им вполне хватило бы на хорошие операции здесь. Вы еще говорили, я приведу цитату, из всех грустных лиц самое неприятное лицо у грустного миллионера. Да, жемчуг мелкий, ну, конечно. Ему, кстати, то не то, и так не так, и дороги плохие, и хамоватые люди в магазине. Ему все не так, потому что он живет вообще мозги его не здесь. Он имел счастье родиться от русской мамы, пил там молоко, значит, русское, там, сначала с маминой сиси, потом с подкоровки, значит, там, потом читал русский букварь. Комсомольцами все были, там, они же все там, мама мыла раму, там, значит, они все читали, там, это все галстуки завязывали пионерские. Они все вообще одинаковые. Они кильку в томате ели, они сухари грызли, они вообще мороженое... В одной песочнице играли. В одной песочнице, да. Потом они вдруг запонтовали, как бы, все распушились, как бы, и теперь они считают себя элитой, как бы, но я извиняюсь, вас здесь не стояло. Как бы, потому что вы не строили те заводы, которые приобрели. Там какой-нибудь, там, никелевый завод, там, или какой-нибудь ферросплавный завод, там, или какой-нибудь завод по добыче алмазов, там, или золота. Это весь народ строил, я прошу прощения, но если я не прав, скажите мне, в чем я не прав. Это не ваше, это было всенародное. Вот, и от приобретения имущества человек элитой не становится. Он будет, там, извиняюсь, там, шалав купать в шампанском, покупать какие-то яхты сумасшедшие. В Лондоне. В Лондоне, да. А почему именно в Лондоне? А, видимо, англосаксы, значит, чем-то потрафили мировому сатанизму, что они командуют им из-под воль. И они скупают дешевых людей, дешевых по мозгам, дешевых по душе, да, для того, чтобы потом их дергать ими, как пиноккио на ниточке. Существует какой-то древний вид халуйства, понуждающий человеку духовно сдаться в плен чужой культуре и цивилизации, показавшейся верхом совершенства. Это ваша цитата? Да, это я писал, я помню. Это вот в этом крути, крутизна, да? Ну, халуй, он есть халуй, как бы, он личит кому сапог лизнуть. Он презирает свою собственную маму, потому что она не по моде одета, она же не от кутюр, в прикиде. Он стыдится своего отца, который в огороде копается, как бы, и он лежит сапог какому-то дяде Васе, дяде Безил. Дядя Безил, значит, дает ему свой штиблет на поцелуй, потому что, ну, у дяди Безила там связи с Архфеллерами, Ротшильдами, может быть, там, с кем-то еще. Вот, а ты реально халуй. Вот, и ты, у тебя цен за душой-то нет ничегошеньки. Родного ты не знаешь, чужого ты не приобрел. Чужой тебя не примет, родное тебя отвергло. И все твои ценности, как бы, это бумажки с портретом Беджамина Франклина. И что тебе делать? Целовать, значит, штиблет тому, кто их выпускает? А что остается? Это проблема пустоты души. Кажется ли вам, что не совсем корректно под одну гребу складывать всех состоятельных людей, которые приобретали, допустим, тоже имущество? Согласен, согласен. Конечно, нельзя все ездить в одну корзину и всех лепить в одну горку. Люди разные. И есть люди, заработавшие много трудом, пальцами, головой. Допустим, пальцами, скажем, Ростропович, допустим, там, головой, там, какой-нибудь, там, тот же Касперский. Вот, и есть люди, которые взяли миллионы в руки и не растрынкали их. Да, но есть некая тенденция. Есть тенденция. Эти старые комсомольцы, как бы, все-таки, они никуда не делись. Вот, и они все-таки урвали самый главный куш в эти злодейские времена господина Ельцина, вот, когда происходило нечто совершенно невообразимое. Вот, и, конечно, тогда была совершена главная тут приватизация. Вот, и подавляющее большинство людей, конечно, лучше бы их это обошла, эта чаша, потому что народу от них ни холодно, ни жарко. Но там есть люди талантливые, умелые, умные, и, может быть, мы выработаем, народ, может быть, из себя изнесет постепенно менеджеров высшего звена, которые смогут... Ну, или элиту имеется в виду. Да, элиту. То есть элиту нужно родить и воспитать. Безусловно. Да. 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 Продолжение следует...